Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Решила сделать сегодня очередной обзор уже моей подросшей клубневой бегонии, которую мы сеяли вместе с вами из профессиональных семян. И по срокам, по возрасту на сегодняшний день с самым крупным сходом уже месяц и неделя. Те растюхи, которые появились на неделю попозже, соответственно им в районе месяца. И поступает мне большое количество вопросов по поводу подкормок, не только бегонии, когда и что начинать. Особенно интересует это тех, кто выращивает растения в торфотаблетках, так же как и я. И я могу сказать, что на первоначальном этапе, когда у нас сеянцы еще очень маленькие, в торфотаблетках есть абсолютно все необходимое. В противном случае, так бы активно они бы у меня не росли, я имею ввиду сеянцы. То есть им всего абсолютно хватает. Ну и так как у нас сейчас уже потихонечку появляются первые настоящие листочки, то можно приступить к своей первой подкормке. И ей будет у меня кальциевая селитра. Люблю я вот эти небольшие такие упаковочки. Несколько пластиночек на литр тепленькой водички. И, собственно говоря, так же мы поем наши таблеточки и первую подкормку осуществляем. Следующая подкормка будет с монокалийным фосфатом. Точно так же 1 грамм на литр. Это для того, чтобы у нас активно и хорошо появлялись корешки. Ну и дальше по стандартной схеме я уже перехожу на фертику люкс. Это касается не только бегонии, но и, в принципе, всех моих остальных растений. Если перекормить очень маленькие всходы, то можем мы довести такую ситуацию до очередного абсурда, когда у нас начнет пожелтение листвы. И мы будем уже думать о том, что у нас начался хлороз. Бежать в магазин за препаратами железа, за препаратами магния. Ну и, собственно говоря, еще больше ухудшать ситуацию. Поэтому я всем рекомендую настоятельно относиться ко всем подкормкам с трезвой головой. Абсолютно дозировано. Потому что в данном случае у нас сеянцы очень маленькие. И, собственно говоря, дабы им не навредить, нужно все делать с умом. Вот на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Кормите свои растения правильно. Всех с первым днем весны. Хорошего настроения. Хороших всходов, которые бы вам его не портили. Ну и, собственно, всем пока-пока.